итак продолжаем продолжаем анапа закончили и двинулись в сторону лазаревская лазаревская это такой населенный пункт поселок а сейчас район большого сочи в лазаревском находится дюшор номер 4 и там тренирует мой хороший друг мадин хаджоков где нас тоже очень тепло приняли в спорткомплексе мы провели занятие где было уже так по пути пока мы ехали но я предложил такие тоже опять три уровня в нашем уроке давать три уровня то есть я даю уровень положение стоя это дзюно-ката упражнение владислав дает уровень сидя передвижение суваревадзе да на коленках и андрей давал уровень так сказать модификации техник под возраст 60 плюс и когда есть некоторые ограничения в подвижности конечностей вот но эти видео у нас будут там будет это все информация тоже дана там рассуждение на эту тему во время уроков и это так сказать хорошо воспринялась да такая вот разбивка на вот эти уровни не получалось так что не было перекликаний как бы уровней а с другой стороны и были перекликания потому что мы показали что на разных уровнях можете же передвижение можно при не применять практически те же действия которые мы даем на этих уровнях но в разных ипостасях так так назовем и дети были и малыши и достаточно такими постарше ребята вот их ну было видно заинтересованность было видно то что детям это идет вот положительно и я посмотрел и тренерский коллектив вот гневные смс к не пришли да вроде бы гневные смс к не приходили хотя был один инцидент который расскажет вам но это я в ладу рассказал это не инцидент это это приятно но не не это чтобы приятно это показатель компетентности директора спортивной школы компетентность директора который возглавляет спортивную школу ну во первых руководитель спортивной школы человек опытный в области дзюдо и самбо воспитанник маякопской школы дзюдо и он обратил внимание об этом расскажет плат ну ты скажи на что он обратил внимание на форму да нельзя не ответить алё да мам я тебе позвоню да давай перезвоню ладно давай все все нельзя не ответить на звонок когда начальник звонит когда мать звонит воспитанный сын должен быстро причем это это как бы замечание верно подмеченное было указано вечером уже после того как все завершилось а хотя если бы она вот замечание как вопрос сделал тоже замечание если бы он меня сразу спросил мы бы смогли полностью развернутый ответ в чем проблема все интригуем интригуем у тех кто практикует айкидо с определенной степени у нас там с первого кио они могут носить хакаму так называемый коричневый не коричневый а штаны юбка так похоже поверх да поверх штанок и она выглядит очень красиво эстетично скажем так и это уже прям образ выделяет до выделяет но так как мы давали в таганроге в таганро в таганроге я до сувари ваза потом я зашел на тренировку пайкидо и мне тоже три года отчетов хаками то как бы когда занимаемся внутри чтобы были видны передвижения лучше они она очень хорошо скрывает передвижение но мы же показывали их скажем так и вот я приехал в лаз думаю чтобы детей научить надо без нее чтобы было видно как куда ставятся колени передвигаются но роман верно подметил что посмотри сравни свой образ как ты там в хао вы увидите по видео да весь нарядный и здесь ты по-домашнему такой и мне очень тоже понравилось что мастерство то не потерялась картинка и вопрос для вот всегда ли мы делаем что-нибудь для картинки скажем так что вот плохо что если есть образ а содержание нету но но плохо тоже если есть содержание а образ чуть-чуть смазанной за же нет то есть мы всю вот эту поездку и это мне тоже дало что как бы баланс такой баланс что посмотри как ты выглядишь что все должно быть красиво сейчас сижу так как бы катился расслабился а всех учил сидите ровно прямо скажем так из-за парты и в жизни скажем вот поэтому было такое роман говорит ну как так вроде не ругал а вроде я переживал лодки и папки ребят падрил слога о том что там был так влад если на видео потом вы увидите влад вышел без хакама и в носках по домашнему и директор спортивной школы отметил он посетил наши мероприятие он отметил что Не похож на айкидошника Это айкидо Ну, вроде бы, я знаю, что Айкидо тоже есть определенная Форма, как бы Практикующего, да Должны быть там без носов Ну, как самбо в шортах Ну, сказали айкидо, но Сказали, видимо, есть какое-то Ответление Но Анализируя, хотим сказать сразу Что В связи с Некоторыми обстоятельствами Вот это произошло все-таки Да нет, ну просто я же объяснил Что бы лучше было Влад, вот на самом деле Если мы так критически относимся к себе Конечно, это было немножко заметно Это было немножко заметно Некая разбалансированность А как, мы тут же приехали Тут же прямо без машины Ну, не совсем тут Мы полтора часа сидели и ждали Пока мы занятия Мы успели Да, это я считаю дужу Мы не разместились нигде Мы с колес Ну, может быть, голодные где-то еще были Так Но Это же нет Не снимает никаких Не снимает Нет, нет, нет Мы же поехали Мы знали, куда едем Ты должен быть готов Все 24 часа в сутки А здесь моя еще ошибка была Я не проконтролировал Не был убедителем Я не проконтролировал И я был удивлен, честно говоря Почему так? Потому что Таганрог Хакама Все в порядке Все, как бы Ситуации подведены Анапа тоже А здесь какой-то сбой Но Он помог Качество, конечно, не ушло А вот замечание директора спортшколы Нам помогло вообще Нам помогло, потому что Все последующие этапы Мы были еще Мы были сконцентрированы Но мы еще стали более внимательны Да И это, мне кажется Вот Это удалось избежать Может быть Многих недоразумений Впоследствии Да И Во-первых Хочется поблагодарить Руководство Спортивной школы Которое Дало нам такую возможность Выступить Да Мадина Который Все смог Скорректировать Там В процессе Тренировочном Хотя Как раз таки Мы приехали Когда В этот день Был Исполнилось Один годик Дочери Мадина С чем мы Еще раз Поздравляем Мадина Всю семью Его Желаем всего самого хорошего А также Нас Вообще Очень шикарно Разместили И Тоже так было Мы были удивлены И Рядом с морем Рядом с морем В хорошей гостинице Директор гостиницы Феликс Феликс Это Отец Ученика Кто тренируется У Мадина Вот И так вот Все видите Такая вот Как говорится И все это было нам Предоставлено Безвозмездно Такой знак Почтения И уважения Хотя мы Не были знакомы Даже с Феликсом Но Вопрос О том О какой-то Оплате Даже вообще не стояло Как так Нет Ничего И это было Очень приятно Это было И опять-таки Вот да Мы были Там В Таганроге Нас Так И так далее И это мы прям Оно Там В Анапе Мы там Внесли Некоторую плату Вот И мы как бы Уже так думали Что как Чего Что А тут нам И ужин Шикарнейший И вообще Восприятие Тренировочного Процесса Урок Ну все И Критическое Замечание Все Точно И ложка дегтя Все Точно Бочка меда И ложка дегтя Был Но Бог с ним С этим Замечаниями Мы же Команда Да Но мы смогли Разделиться Правильно же Мы поехали Мадин подготовил Какой-то маршрут Такой очень крутой Мадин Мадин поблагодарю Подготовил Хороший туристический Маршрут Нам Спланировал Но он сам с нами Не поехал Но указал точки И его жена Тоже приняла В этом участие Спасибо ей большое Она указала Такие очень хорошие Точки Которые мы посетили И мы разделились И мы разделились И было Выс с впечатлениями И я сходил на море Посмотрел Скажем так Прогулялся по городу Очень Провели Несмотря на то Что разделились И это вот Как это Принцип непротивления Ненасилия Получалось Что не хочешь ты ехать туда Ну и Гуляешь Мы просто Когда гуляли По горам По таким местам Мы просто думали Какой дурак Влад Что он не пошел с нами А он думал Какие молодцы Что пошли без меня И без сопротивления Это основной принцип Вообще Любых боевых искусств Нет Даже нет Максимальный результат С минимальными усилиями Да С минимальными усилиями Иван Апи Это тоже Роман задается Что такое дзидо Дзидо Гибкий буль Это шаблоны Стереотипы Скажем так Ну вот К тому Что вот Влад Допустим Говорит Что он В Лазаревском Он прогулялся по морю Посмотрел Посмотрел Вот то Что он уже второй раз Кстати об этом скажет Будучи в туристическом городе В нетуристический сезон Посмотрел всю эту обстановку Море спокойное Чистые Свободные пляжи Да Пляжи там По городу прогуляться Спокойно Без скопления Туристов Это какой-то Новый Да Такое вот Это я тоже понимал Это и еще раз убедился Что вот Пространство Да Вот эти все отели Они как бы пустые Без людей Скажем так То есть Жизни наполняют люди То есть как Вот люди появляются И вот в залах мы были В залах С соблюдением Конечно всех мер Кипит вот эта жизнь Спортивная И это здорово Она продолжается Образовательная жизнь Кипит Да Ну хочу сказать Что вот Влад Побывал на море И прошелся по городу По вот так сказать Лазаревскому Так назовем Это как-то Ну Уже Пообщался с людьми Да Пообщался с людьми А мы поехали По нескольким местам Таким достопримечательным Как водопад Чудо-красотка Потом Дальмены Волконские Кажется они называются У нас будет видео Там тоже По всем этим местам Потом были Тридцать три водопада Тюльпановое дерево Но мне что хочется сказать Что вот Прекрасная встреча С Мадином Пасечником Будет и фотографии Тоже там есть Видео Только мы Не снимали Вот А фотографии будут Мадин Пасечник Это на дороге К тридцати трем Водопадам Большая пасека Это человек Уже кажется Там в четвертом поколении Так сказать Владеет искусством Пчеловодства Да и выращивание Так сказать Мед Меда Меда Дел Пасечник Так Мед прекрасный Мы кстати там ссылку сделаем Тоже на Контакты его Он отправляет По всей России Мед Натуральный Просто обалденный Шикарный И К тому же там Большие Поля Чая Краснодарского Очень хороший Чай Он нам заваривал Угощал И сказал Тоже его можно приобретать На что хочу обратить внимание Мы тебе не сказали об этом А мы как-то спросили Мы там сидим Спрашиваем А вот как Сколько стоит Как вы отправляете Как оплачивать Он говорит А у нас так заведено Мы как бы Получаем заявку Я отправляю почтой Обычные почты Отправляю И Человек получает Мед Или чай Он распакует Все видит Что это то Что он просил И потом оплачивает Помнишь мы говорили Про Амакасе Доверие Это очень здорово И мы ему об этом сказали Что мы недавно обсуждали Вот этот принцип Амакасе Как в Японии Принцип доверия А он На что нам сказал так Что А у нас это испокон веков Не прекращалось У нас только так А у нас здесь Случай тоже произошел Когда омывательная жидкость Стоит И люди Ну камеры же везде И они так Одну оплатили А другую решили Как бонусом взять Без разрешения И он при нас Как бы Сидит Мы с ним Чайки Беседуем И вдруг у него Тры-тры Он такой Откуда это А да Отправлял там куда-то Во Владимир что ли Мед И ему прислали деньги Вот такие вот Доверительные Вот такие вот А это показатель большой То есть Амакасе Мы говорили об этом То что Амакасе Наверное он два раза Не отправляет По одному адресу Нет Если Человек оказался Ну конечно же Доверие Должно быть доверием Как бы Здесь двоякое Здесь доверие От меня Ему И обратно Не может быть По-другому Если оттуда Доверие не произошло Не надо второй раз Второй раз Проверять Нет смысла Вот И Рассказал очень много Про мед Как выращивать Как делают Как что В общем Про пчел Колоссальное удовлетворение От Лазаревского И мы говорим Про второй шанс Второй Третий Давать Не давать Мы же Все таки Это спортивное Дзюдо Оно как Спортивное Прикладное Здоровительное Мы больше Были там Где Процветает Спортивное Акидо Ну скажем так Мы Спортивное Спортивное Направление Соревновательное Соревновательное Оздоровительное И о чем это говорит Что Если ты выходишь На соревнования То шансов у тебя Ты должен соревноваться Набело Сразу Это не тренировочный процесс Где можно Сделать много подходов Поэтому Люди и путают Что Можно что-то переписать Можно переписать В тренировочном процессе Но в соревновательном Нет Но жизнь Это не тренировочный процесс А люди иногда Живут в жизни Как в тренировке Да, и заканчивая, значит, про Лазаревское Еще раз большое спасибо И там было холодно А ты знаешь, не совсем холодно Мы ходили по горам, по водопадам очень хорошо Очень, мы прям практически разделили Ну да, днем тепло Когда мы приехали, было... Когда приехали, а под нас в день было хорошо И везде хорошо было Погода на нас не действовала Да Следующий рассказ будет про Туапсе Делаем паузу